Сегодня приготовим очень необычный и в то же время очень-очень вкусный салат с небольшой изюминкой. Называется этот салат «Слезы радости». Почему так? Поймете во время приготовления. Всем привет! И первое, от чего нужно будет немножко поплакать, это нужно будет взять хрен и натереть его на мелкую терку, на ту, на которую обычно натирают драники. Собирать сегодня салат мы будем через салатные кольца, где взять вот такие красивые, аккуратные, небольшие салатные кольца. Ссылка на видео появится сейчас в уголке. И как вы уже поняли, первым слоем у нас будет хрен, который мы натирали на терку. Его вначале нужно подготовить. В отдельную тарелку добавляем 2-3 столовые ложки натертого хрена. Его нужно немножко посолить. Затем добавляем к нему примерно 1 столовую ложку уксуса, можно немножко больше, чтобы он был крепче. Все хорошо перемешиваем. И сразу же сюда добавляем немного майонеза. После этого опять все хорошо перемешиваем. Берем тарелку, устанавливаем в него салатное кольцо и формируем в нем первый слой из хрена. Толщина слоя из хрена должна быть примерно 3-5 миллиметров. На второй слой нам нужно натереть на крупной терке 2-3 отваренных картошки. Отваренную картошку равномерно распределяем вторым слоем наверх уже на хрен. Слои картошки нужно немного посолить и поперчить. Наверх на картошку добавляем небольшое количество майонеза. Берем ложку и немного притрамбовывая, аккуратно размазывая майонез полностью по всей поверхности картофеля. И после того, как вы разровняете майонез и немножко притрамбуете картошку, слой должен получиться примерно 7 миллиметров. И все остальные слоя, которые мы будем дальше делать, должны быть примерно одинаковой толщины. На следующий слой нам понадобятся маринованные грибы. Грибы могут быть любые. Сегодня в моем случае будут маринованные домашние шампиньоны. Если вам интересно, как сделать маринованные очень вкусные, намного вкуснее, нежели магазинные шампиньоны, оставляйте в комментариях просто плюсик и я буду знать, что это вам интересно. Грибы старайтесь понарезать не слишком толстыми вот такими вот полосками. Затем мы их равномерно будем распределять на следующий слой. Золщину регулируйте уже сами, чтобы она была примерно равномерной вашей картошке, которую вы сделали. Солить и перчить этот слой не нужно, просто равномерно добавляем небольшое количество майонеза и хорошо его разравниваем. На следующий слой нам понадобится взять небольшой кусок твердого сыра и натереть его на крупной терке. И наверх на грибы мы будем распределять равномерным слоем натертый твердый сыр. Немного его нужно будет притрамбовать ложкой, потому что этот слой получается самым воздушным, самым пушистым. Солить и перчить этот слой не нужно, а вот майонезу сюда нужно добавить немножко больше, потому что сыр хорошо впитывает майонез. Красиво аккуратно все разравниваем и немножко притрамбовываем. На следующий слой нам нужно нарезать на небольшие полоски колбасу варенку. Если же вы не любите колбасу, можно использовать любое отваренное мясо, будь то это куриное, свиное или же говяжье. Колбасу равномерно распределяем следующим слоем и этот слой сделайте чуточку-чуточку потолще. На слой из колбасы мы будем добавлять опять майонез, но мы его не будем уже разравнивать, нужно сделать просто сетку из майонеза. Ну и на последний слой нам понадобится отваренная морковка. Ее нужно будет предварительно отварить и натереть на крупной терке. Отваренную морковку мы будем распределять на верхний слой салата, толщина которого будет примерно 7-8 миллиметров. Наверх на морковку добавляем майонез, берем ложку и аккуратно распределяем равномерно майонез по всей поверхности морковки. Самый последний верхний слой нужно немножко присыпать черным молотым перцем. Затем я взял еще небольшое количество натертого твердого сыра, но уже на мелкую терку. И вот так вот сделал небольшой круг по периметру всего салатного кольца. А в самый центр салата я установил небольшие листики мяты. Как по мне получилось очень красиво. Снимаем аккуратно салатное кольцо, так чтобы не повредить сам салат. Оставляем салат в холодильник минимум на 3 часа, чтобы он хорошо пропитался. И все, можно подавать к столу. Друзья, я рекомендую вам приготовить вот такой вот простой, но в то же время очень необычный по своим вкусовым качествам салат. И я уверен, что ваши родные, близкие, кто будут пробовать этот салат, оценят его в лучшую сторону. Самый нижний слой из хрена будет немножко вызывать у вас слезы, если он будет правильно приготовлен. Ну а все остальное, это будет просто взрыв вкусовых эмоций. На этом у меня сегодня все. Если вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Не пропускайте новые ролики. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео. Всем пока, до скорой встречи на канале Аппетитная Кухня.